так если попадается вредная змея и никак не хочет жрать ее необходимо пихнуть вот с этой фигней особенно аккуратно потому что зубы у них хрупки вполне возможно заработать змея стоматит это хуже чем не есть потому что при стоматите она есть точно не станет нужно чувствовать сопротивление змеи то есть если она глотку и пасть сжала пропихнуть не травмируя уже не получится поэтому нужно момент искать и пропихивать и самое важное многие когда пихают не понимает почему у них не идет хотя причина очень простая они пока змею держит за глотку они тупо пережимают ее и она никуда не проталкивается что так не торопясь тихоньку мы пропихиваем эта процедура делается только если змея уж совсем никак не жрет потому что это безопасный и назвать сложно но абсолютно безопасно всегда есть шанс что-нибудь повредить главное не усердствовать чувствовать куда она проходит как она идет но лучше конечно для этих целей кормовые объекты выбирать поменьше вас тут выхода как бы нет но мы ничего не повредим это сто процентов но вообще лучше поменьше и и Сейчас самое важное, сейчас мы полностью пихнем, самое важное, весь процесс пойдет на смарку, если не сделать следующее, если не пропихнуть сам корм, дальше вместо змеи она его выплюнет. Потому что ей в принципе процесс не очень нравится, ей бы на меня понападать, либо свалить, поэтому она будет выплевывать, чтобы освободить пасть. Не своротливая, анаконда. То есть это с некоторыми змеями довольно долгая процедура, которая легко может пойти в обратную сторону, если вы упустите момент, ослабите хватку и так далее, корм моментально окажется с ним нужен. В общем-то выходит он намного быстрее, чем заходит. Продолжение следует... Все, корм начал двигаться. Дальше. Вот теперь он уже не в пасте, теперь он уже находится здесь. Мы его немного проталкиваем дальше, чтобы она его точно не выплюнула. И вот до сюда будет достаточно. Все, теперь можем за нее отпускать. Теперь корму куда-нибудь денется, дальше она его уже протолкнет, потому что выхода у нее нет.